Дагестан Гаджи Магомедович Рашидов Они планировали бороться В последний момент, видимо, что-то получилось Старые болячки, недолеченные старые болячки Дали о себе знать И думают подлечиться И планируют бороться на международном турнире «Медведя» В Минске? Да Кстати, турнир будет параллельно проходить С чемпионатом мира в Сербии? Он будет проходить параллельно, да Так как нас и белорусов не допускают Поэтому мы, белорусы, видимо, решили провести турнир Параллельно чемпионату мира Будем бороться там А что делать? Больше нас никуда не выпускают Мы ждем моментов, когда нас выпустят Когда нас допустят к турнирам Поэтому мы утешаемся здесь Но, тем не менее, дагестанские борцы показали Что они готовы к крупным турнирам 16 медалей Это, я не знаю, ожидали ли вы столько медалей И знаю, что результатами довольны Но самой борьбой И особенно в некоторых весовых категориях Есть у нас пробелы В каких именно весах? Результатом я доволен Потому что у нас 7 золотых медалей 6 серебряных, 3 бронзовых Это не считает Мы не поехали Пол состава только поехали На Спартакяду Пол состава у нас не поехало Фактически у нас было вызвано 45 человек Боролись 21 Все по каким-то определенным причинам Они туда не поехали Но, вот начиная с 21 человек У нас каждый получается Каждый Без медали никто не остался Фактически Там 4-5 человек остались без медали И все Остальные все приехали с медалями И те были рядом с медалями И те были Но медалями уже Они стали пятыми Не третьими Но стали в пятерку Вошли в сборную России Они уже в составе сборной России Это Спартакяда считается Очень такая Очень хорошее соревнование Давно их не проводили С 91-го года их не проводили Сегодня они решили так провести Ну получилось Борьба хорошая Ребята хорошо отборолись Боролись все фактически Кроме вот наших Двух олимпийских чемпионов Плюс Седаков 7-4 Он тоже не боролся Три человека не боролись Остальные все В сборной команде В сборной команде России И в регионах Они все боролись Ну давайте начнем Наверное с финальных поединков За золото 57 килограмм Это Мусам Мехтиханов И Рамис Гамзатов До дистанции Счет 0-11 Он говорит о положении дел Реально Или все-таки в этот раз Рамис Гамзатов был готов На все 100 В этот раз Рамис Гамзатов Был чуть получше Потому что они встречаются Каждый Они месяц назад На чемпионате России Тоже встречались Там уже они бал в бал Отборолись Там тоже выиграл Рамис По-моему если я не ошибаюсь Но с таким шотом Он не выигрывал В конце первого периода Муса Мехтиханов Пропустил проход в две ноги И проиграл 4 балла И там поменялось уже Весь ход схватки поменялся Видимо Муса не смог Уже как-то Поменять схватку А Рамис эту схватку довел до конца И шот 11-1 11-0 Почувствовал уверенность Ну да Уже баллы есть Все есть И пошла борьба Уже не стояли Начало в принципе Они осторожничали Потом когда шот Пошел шот Уже Рамис видимо Не стал останавливаться И довел схватку до конца Может быть функционалка Сказалась Как вы думаете Функционалка Тоже сказывается Конечно Рамис чуть физически Помощнее Но в любом случае Они Так просто Муса тоже не отдает Это непростой парень Наш Муса Он Так просто Не отдает баллы Тоже Ну Видимо здесь Нашла коса на камень Получилось так Ну весовой категории До 61 килограмм Многие ожидали Победу Абазгаджи Магомедова Но здесь Ахмед Идрисов Сотворил сенсацию Если так можно сказать Да Это Сенсация Фактически Месяц назад На чемпионате России У них был финал Там уже выиграл Абаз Но видимо Ахмед хотел взять Реванш Ахмед тоже Непростой парень У нас Он Победитель первенства Европы У-23 Победитель первенства России Борется Боролся часто На чемпионат России Призер Ярыгина Турнира В этом году Он был 57 килограмм Второй на Ярыгина Как раз Проиграл Рамису Гамзатову И на России Решил отбороться 61 килограмм Он говорит Я буду 61 Хочу пробороться Почувствовать Как у меня получится Нет Я говорю Никаких проблем Поборишься 61 Поборолся Вышел в финал На России А здесь Уже в финале Выиграл В Абазгаджи Ну была схватка Там Были какие-то Такие Судьям Пришлось попотеть Конечно В какую сторону Отдать Два балла В конце концов В сторону Ахмеда Отдали Эти спорные моменты Были у них Ну и так получилось Счет 4-3 4-3 Это Я думаю Следующая схватка У них будет еще интереснее Ну вторая сенсация Спартакеады Это Гаджумрад Рашидов Шамиль Мамедов Счет 1-4 Малуто ожидал Наверное Что Все так сложится Да Я фактически Ставил на Гаджумрада Рашидова Ну Не потому Что Он Рашид Но он чемпион мира Потом Призер Олимпийских игр Шамиль Мамедов Молодой парень Думаешь Опыта поменьше У Шамиля У Рашида Опыта побольше Думал Рашида выиграет Но Получилось так Шамиль тоже Непростой Фактически Он победитель Первенства мира Прошлого года По-моему Юниорам Потом Выиграл В Турции Международный турнир Яшар Дагу Яшар Дагу Выиграл Поэтому Ну на России Правда Он мне не особо Он понравился На России Он проиграл На России Я ждал его На пьедестале На России Он проиграл В тройке Был Или нет Я не помню Но В этот Схватку Кому-то Ну не так важно Здесь он уже Блестяще отборолся Очень хорошо Отборолся Очень умно Тактически провел С Рашидом Схватку Поэтому Я думаю Он В этом весе Удержится Закрепится Закрепится У него Большое будущее Я так думаю По вашему мнению Какой момент Этой схватки Оказался Переломным В этой схватке Гаджимурад Рашидов Шамиль Мамедов Там был момент Когда Гаджимурад Рашидов Уже выталкивал Его за ковер И провалился Сам Сам как-то Провалился Тот сбросил его Шамиль Сбросил его Заработал Два балла И это переломный момент Конечно Там Получилось так Что Шамилю Пришлось Удержать этот Счет Рашидов Не хватило До конца Заработать Эти баллы Закончил Время Тоже Неумолимо Быстро идет Когда проигрываешь Видимо Рашидов Времени Не хватило Весит До 70 кг Загир Шахеев Чемпион мира Чемпион Европы Курбан Шираев В этот раз Курбан был Мне кажется Готов На все 100 Курбан В России У нас 70 Видимо Как я полагаю Он вес Согнал Не так хорошо И Он каждую схватку Зубами вырывал Каждую схватку На чемпионате России Месяц назад Он Боролся До конца В конце За доли секунды Брал вот этот Бал И выигрывал Схватку Ну Сейчас Видимо Отборол Более Настроился Вес Согнал Хорошо И в последний момент Мне позвонил Загир Шахеев Тоже Говорит Я буду бороться На 75 70 килограмм Пожалуйста Какие проблемы Хочет парень бороться Пусть борется 70 Там Плюс Еще Нам Пришлось Там Когда шла Жеребьевка Их закинули В одну группу По сетке Они Их закинули В одну группу Нам пришлось Там Воевать Чтобы их Раскидать Тоже Развести Конечно Они фактически Попадали В одну группу Там По рейтингу И попадали В одну группу Ну Им объяснять Правда Неправда Нам Нам Фактически Медали нужны А то Они За выход Финал Между собой Стретятся Уже нам Неинтересно Нам нужен Финал Чтобы Я надеялся Я знал Что они Должны Оба выйти Быть в финале Поэтому Их развели Мы сами Ну Поговорили Там с ребятами Отвечая За эти дела И Развели Вот Они И встретились В финале Ну Загир Шахеев Тоже Отборолся Очень хорошо 70 килограмм Он Выиграл Хороших Ребят Тоже Уверенно Отборолся Мне Он Понравился Ну Курбан Тоже Так же У них Этот Уже Они Сами Не помню Это Какая Схватка У них У них С детства С детства Я помню Их Противостояние Постоянно У них Эта Борьба Идет Я думаю Она будет Продолжаться Еще до Конца Их Спортивной Карьеры За счет Чего Все-таки Курбан Шираев Переломил Он уже Борется Давно Поэтому Я думаю Более Как Старожил Этого Веса Только За счет Опыта Что он В этом Весе Мне кажется Он Выиграл Эту Схватку Единственное Противостояние Между Дагестаном И Ирсуал На Спартаке Это Весовая Категория Финал 74 Килограмма Розамбек Жамалов Давид Баев Неожиданно Легко Выиграл В этот раз Розамбек Обычно Между ними Всегда шла Схватка Бал В бал Обычно Да Опять-таки Говорю Месяц назад У них Бал В бал Шел Розамбек Даже Проигрывал В один Момент Ему На чемпионате России Догнал Перегнал И выиграл Схватку Тяжелая Схватка Была Там Тоже Нас Заставил Понервничать Розамбек Конечно Ну Здесь Уже Уже Уверенность Пришла Я Вижу У него Тех Ошибок Которые были Раньше Он Не делает Особо Не разбрасывается Теми баллами Которые Раньше Мог Где не дать Бывало Он отдавал Эти баллы Тоже Здесь Более Уверенно И Видимо Когда После Той Схватки Которые Он Выиграл На чемпионате России Стал Чемпионом России Почувствовал Уверенность Тоже Ну Видно Было Он Уже Окреп Он Уже Фактически Это Лидер Этого Веса Ну Мы Будем Мы Все Ждем Схватки Его Седаковым За Урбеком Седаковым Я так Думаю Будет Очень Интересное Противостояние У них Возможно Мы Увидим В Минске Возможно Мы Увидим В Минске Если Розамбек Будет Бороться Потому Что Я думаю Он Отборолся Сейчас На Спартакяде И Через Месяц Полтора Будет Поддубного Турнир Он Должен Бороться На Поддубном А Минск У нас Через 15 Сентября В середине Через Две Друг за Другом Я думаю Ему Тяжеловато Будет Ну Посмотрим Он Парень Такой И там Бороться Никаких Проблем Не Будет Веси До 79 Килограммов Каджимрад Алихмаев И Магомед Магомаев Довольно Таки Легко Все Таки Врвал Эту Победу Магомаев Да Магомаев Ну Магомаев У нас Победитель Первенства Мира У23 Тоже Непростой Парень Алихмаев У нас Серебряный Призер Чемпионата России Тоже Непростой Парень Очень Такие Опытные Ребята Ну Видимо Здесь Фактически Алихмаев Там Поопытнее И по И по Возрасту Постарше Ну Видимо Магомед Настроился Более На эту Схватку Лучше Чем Алихмаев То же Сам У них Схватка Шла Такая Осторожничали А потом Магомаев Почувствовал Где-то На каком-то Движении Поймал Алихмаева И Уже Его Было Не Остановить Довел Схватку До Победного Конца Ну Небольшую Сенсацию Сотворил И Гаджи Магомед Тажудинов Весит До 97 Кг Вышел Финал С нашим Алиханом Жабраиловым Тажудинов Да Но Тажудинов Мы Хоть Его Финале Только Увидели А так Он Всегда Бывает На Подступах В Призеры Что На Ярыгину Выигрывал Схватку За Третье Место И В конце Отдал Схватку Стал Пятым Потом На Чемпионате России Тоже Выигрывал Схватку В конце Отдал Проиграл Схватку Ну Везде В последние В последних Секундах Отдавал Всегда Схватку Поэтому Здесь Конечно Он Там У них Был Соти Чемпион России Этого Года Соти Его Выиграл Парень С Красноярска Овсяников Его Фамилия Он Выиграл У него А Наш Тажудинов Выиграл У этого Овсяникова Овсяникова Тоже Очень Хороший Парень Такой Плохой Человек Если Плохой Был бы Я думаю Он У Соти Тоже Не Выиграл Опять Тажудин Проигрывая Схватку За доли Секунды Вырвал Схватку Овсяникова Вышел Финал Где Боролся С Алиханом Но Алихан Конечно Матерый Наш Чемпион Европы Чемпион России Призер Чемпионата Мира Видимо Тажудину Чуть Тяжело Было С ним Поопытнее Выиграл Тажудина Ребята Оба Наши Медаль Золотая У нас Еще Три Бронзы 61 Кг Это Муслим Мехтиханов Переиграл Кежика Монгуш Из ТВ Да Он Переиграл Он Как раз Таким Мехтиханов Муслим Это Брат Мусы Мехтиханов 57 Кг Мехтиханов Проиграл Ахмеду Идрисов За выход Финал За бронзу Да С Кежиком У него была Такая Жесткая Хорошая Схватка В этой Упорной Схватке Муслим Выиграл Бронзовую Медаль К сожалению Рамазан Херзалиев В весе До 65 Гг Уступил За бронзу Олегу Хадарцеву Чего не хватило Хотя Опыта Всего Было Достаточно Неплохо Начало Этот турнир Опыта Все У него Хватает Он Из Хадарцева Выигрывал Схватку Выигрывал 5-6-0 Он выигрывал Но Я не знаю Почему В конце Начал Раздавать Балл Отдал Два Отдал И Начал Раздавать Эти баллы Эти баллы береги баллы, нельзя баллы просто так отдавать. Один отдашь балл, тот еще захочет спортсмен, соперник еще захочет. Не знаю, что с ним было, но начал он хорошо, конечно, он первые схватки тоже хорошо отбрал. То же самое с Хадарцевым, за третье место он очень хорошо начал, как я сказал, 5-6-0 вел его и раздал эти баллы, проиграл схватку. Еще одну бронзу мы потеряли, это весе до 74 килограммов Мохмад Насирхаев уступил Тимуру Бежоеву. Ну, Мохмад молодой парень, Бежоев это у нас призер Европы, призер чемпионата в России, победитель Кубка мира Бежоев парень, а Мохмад Насирхаев он помоложе, только у нас он в прошлом году, не в этом году он стал серебряным призером СКФО, только так, и поэтому фактически, ну, там победила, как сказать, победил опыт. Опыт и физически помощнее, конечно, Бежоев, Мохмаду еще надо набирать, надо еще тренироваться, пахать надо, чтобы с этими ребятами бороться на равнях. Ну, у него тоже, я так думаю, будущее хорошее, надо тренироваться, я так думаю, надо над ним сидеть, и индивидуально надо с ним работать, я думаю, все будет нормально. Что скажете о бронзе, Ахмеду Усманову весит до 79 килограммов? Ахмеду Усманову, ну, бронза, конечно, хорошо, но я хотел золото от него, он, потому что, был в очень хорошей форме, он тренировался передо мной, готовился передо мной на этот турнир, я видел его потенциал, видел, как он тренировался, какие он схватки проводил на тренировке, видел, и как он себя чувствует, ну, думал я, что он будет, будет в финале, ну, там тоже спорная какая-то, у него с Магомай, у нас спорная схватка была, но судьи решили, если судьи решили эти баллы, например, дать так, мы же не можем это поменять, наше мнение, у нас свое мнение, конечно, есть, но судьи дали эти баллы, мы поменять их не можем, и, ну, получилось так, что это баллы дали не в сторону, например, Ахмеда Усманова, поэтому, ну, такой схватку, он с Магомеду Магомаю, чемпионом, 79, проиграл эту схватку, да, и боролся за третье, за третье, ну, уверенно выиграл, дальше тоже боролся, он после Магомеда, в финале тоже неплохой, за третье место, он с неплохим парнем боролся, это Битанов, а с ним парень, такой физически мощный парень, отборолся Ахмед хорошо, но его место, конечно, было в финале. Тем не менее, у нас есть три пробельных, скажем так, веса, это 86, 92 и 125, чего не хватило нам в этих весах? к весе 86 килограмм, у нас там, конечно, был лидер, я, опять-таки, я Даурена, Даурен Куругли, там, плюс, там есть, молодые ребята есть, Амарзи Аудинов есть, который должен был, да, в тройку, в тройку залезть, но он пятый стал, это тоже для него хороший результат, на чемпионат, в «Спартаке-1». Фактически, я ждал финала Куруглиева на айфонах. Как обычно, последние, конечно, да, но туда 79 килограмм, чемпион России этого года, он перед, Шаваев, Малик Шаваев, борец с Кабардо, он перешел 86 килограмм, и первую схватку они встретились с Куруглиевым, и 1-1 закончилась схватка не в пользу Куруглиева. Куруглиев проиграл эту схватку, да, он рассяк бровь. счет был 2-2, ясняш. 2-2, да, 2-2, он рассяк бровь, но проиграл эту схватку 2-2, и уже он утешался, ждал, пока Шаваев выйдет в финал, и до бронзы дошел, за бронзу он боролся, с нашим же Зеодином, с Амаром Зеодиновым, да, выиграл эту схватку тоже, и, ну, третий, опять-таки, я до Урена, конечно, золотая медаль должна была быть у него, или хотя бы он должен был быть в финале с Найфоновым бороться, ну, что делать, будем работать, будем, нам надо работать только, чтобы быть в числе лидеров, проблемной у нас оказалась и категория до 92-х килограммов, 92 килограмм, у нас там, конечно, лидер этот, один Магомед Курбанов, ну, я как вижу, в отсутствии Магомеда, там и никого нет, были наши ребята, 92 килограмм, но с ним тоже последний момент он отказался, или заболел, или что, он у нас победитель первенства России этого года в Махачкале по юниорам, плюс он бронзовый призер чемпионата России в ТВ, ну, такой подающий надежды молодой парень наш, поэтому я думал, в отсутствии Курбанова, он должен быть там в финале, Курбанов у нас заболел, оперировался, потом Шарипов, что-то с ним случилось, он не поехал, и у нас был Гаджи Хабиб, на него надеялся, он тоже проиграл эту схватку на ровном месте, Алану Багаеву, ну, на ровном месте, я не знаю, как так получилось, сейчас, я думаю, увижу его, конечно, буду с ним разговаривать, поэтому, 92 тоже мы упустили вес, фактически, они все ровные, я Хабиба, Хабиба ставил финал туда, он должен был выйти, там все они одинаковые, там нету, кто-то лучше, кто-то хуже, в отсутствии Курбанова, там они серого, ровный состав, и наш Гаджи Хабиб должен был там быть в финале. Ну, был шанс на 125 взять бронзу у Гамзата Алижудинову, но он вступил Хасану Хубаеву. У Гамзата Алижудинов, да, он за выход тоже проиграл, кому он проиграл, этому, по-моему, Буряту проиграл он, или кому, ну, в любом случае, у нас 125 килограмм, у нас были вызваны только два спортсмена, вот, Гамзат Алижудинов и Магомедов Сайпудин, опять-таки, Сайпудин по болезни, или как, не, не поехал он туда, у нас был один, Гамзат Алижудинов, он, ну, думал, хоть за тройку зацепиться, и проиграл Хубаеву, это, он борец с Осетией, практически, видимо, как сказать, не хватило опыта, скорее всего, не хватило опыта, да, но уже, я думаю, уже надо, что, уже надо, что, и хватило, надо, чтобы и работал, надо над тяжами, надо над ними сидеть, мы будем работать с ними, так, просто, если я не думаю, мы их так не оставим, у нас все впереди, будем работать над ошибками, чтобы мы их всех видели в финалах только. Ближайший старт у нас, это через две недели, турнир, Грам-при Александр Медведев в Миске, кто поедет туда, кого вызвали на сборы? На Медведя у нас, в общем, вызвали на сборы сборной России, дали два состава сборной России, плюс мы ждем, чтобы допустили сборную Дагестана, один состав, они должны вызвать, у нас там взаимные, у нас договор есть заключенные, что они нас вызывают, мы их вызываем на Алиевский турнир, поэтому ждем сейчас, я с ними был на связи, пришлите нам вызов, мы готовы поехать, поэтому через две недели у нас Медведя турнир, потом у нас планируется, фактически у 23, в конце сентября у нас у 23, чемпионат первенства России у нас будет, это будет в Ханты-Мансийске, плюс у нас, плюс у нас в середине октября подобного турнира планируется, плюс у нас в конце ноября Али-Алиевский турнир планируется, все-таки решили провести, плюс у нас планируется Умахановский турнир, поэтому до конца года у нас, мы каждый месяц, у нас борьба, без дела мы не сидим, соревнования будут, и между ними еще будут и сборы, и в конце, я так думаю, в конце декабря у нас, как всегда, запланированы сборы, уже начинаем готовиться к турниру Ярыгина, да, поэтому вот эти 4 месяца, которые мы есть, эти 4 месяца мы проведем все в соревнованиях, в сборах, сидеть не будем сложа руки, будем работать, работать над ошибками обязательно, и я думаю, мы на Ярыгина тоже должны забрать хорошие все медали почти. А в каком формате проведете турнир Грам-при Али-Алиева и Умахановский? В формате турнира кого пригласите? Мы приглашаем, даем вызовы всем, кто приедет, тот приедет, иностранцы к нам, я так думаю, не приедут. Но сборная Белоруссии приедет? Сборная Белоруссии, конечно, приедет, сборная России будет, и регионы приедут. Это будет хороший турнир, там по призовым тоже, у нас сейчас таких ребята заработать, как раньше, таких турниров нету, поэтому здесь, на Умахановском, на Алиевском будут призовые, тоже призы будут, поэтому, я думаю, ребята будут бороться все почти. Спасибо за беседу, мне остается пожелать только удачи и без трав. Спасибо, спасибо. Напомним, сегодня мы подвалили итоги спартакиада сильнейших России по вольной борьбе в Казани. Мой собеседник, Гаджи Магомедович Рашидов, главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе. С вами был Гаджи Мурадзио Дюнов, всего доброго, увидимся через неделю. Все, есть. Субтитры сделал DimaTorzok